Сергей Глазков. Работайте, братья. Один. Наши дни. Из магазина выходит полицейский Константин. Он одет по форме. В руках у него цветы и пакет, в котором виднеется бутылка вина и коробка конфет. Звонит телефон. Константин останавливается, достает мобильник из куртки и смотрит на экран. Недовольно качает головой, ждет, когда вызов закончится и прячет трубку обратно в карман. Продолжая идти по улице. 2. Снова звонит телефон. Не доходя до метро, Константин останавливается, достает мобильник и смотрит на дисплей. Он отходит дальше от метро и рассерженно отвечает на звонок. Да? Алло? Давай, только быстрей. Маша, я сейчас занят. Нет, не могу. Говорил же тебе, что очень много материалов. Мимо Константина проходит женщина. Константин нервно ждет, когда та удалится на приличное расстояние. Продолжает говорить по телефону. Сейчас не могу. Скорее всего, завтра утром вернусь. Что я теперь сделаю? Работать нужно. Константин нервно заканчивает разговор, прячет трубку в карман. Успокоившись, из другого кармана достает второй телефон и набирает номер. В трубке звучит музыка, которую прерывает женский голос. Да? Привет, куколка. Я скоро буду. Все взял, как и обещал. Три. Дина говорит по мобильнику. А ты по форме и при оружии? Как договаривались? Конечно. Нам без оружия никак, мы же полицейские. Отлично. Адрес не забыл? Я тебя жду. Лечу. Дина отсоединяется. Четыре. Константин убирает телефон в карман и в приподнятом настроении бежит в метро. Пять. Константин, улыбаясь, подходит к двери дома. Поправляет на себе одежду, выставляет вперед букет и стучит в дверь дома Дины. Слышится, как, с другой стороны, кто-то щелкает замком. Константин нетерпеливо ждет встречи с Диной. Дверь открывается. Константин заходит внутрь. Шесть. В прихожей Константина встречает Дина. Он, радостный, бросается, чтобы ее обнять, но слышит шум за спиной, оборачивается, получает удар в лицо и тут же теряет сознание. Семь. Флэшбэк, отдельно стоящее здание. Над дверью вывеска кафе. Титры Тернополь, 2005 год, у кафе стоит Борис. Вход в кафе охраняют несколько человек бандитского вида. Старший среди них, Арест, приближается к Борису. Полковник, хочет видеть тебя. Он тут? Борис показывает на кафе. Арест кивает. Да. Заходи внутрь. Они все вместе заходят внутрь кафе. Восемь. Флэшбэк. В кафе, несколько столов, возле которых стоят широкие диванчики. На столах, гильзы, переделанные под светильники. На стенах развешаны флаги Украины и ОУН-УПА, фотографии бойцов ОУН, проходящих по улицам с факелами и транспарантами. Фотография бандеры, украшена рушниками и вышивкой. Борис и Арест подходят к столу, за которым сидит и пьет пиво полковник Маланюк. Борис почтенно останавливается на небольшом расстоянии, ожидая приглашения. Слава Украине. Героям слава. Присаживайся. Полковник Маланюк указывает Борису место за столом. Борис садится. Я знаю о твоем горе, соболезную по поводу твоей матери. Терять близких всегда нелегко, особенно родителей. Спасибо. Арест кивает официанту. Тот быстро приносит две кружки пива и тут же уходит. Полковник Маланюк подвигает кружку Борису. Тот кивком головы благодарит полковника и берет кружку. Я просил наших людей помочь тебе с похоронами. Да, спасибо большое, помогли. Ты хорошо работаешь, ответственно. Ни разу не подводил нас, я это очень ценю. Борис пьет пиво. Вижу, ты очень смелый мужик, говорит Маланюк. Меня так воспитали мои родители. Я знал твоего отца, он был самым хорошим солдатом. Борис с грустью вздыхает, вспомнив своего отца. Хочу предложить тебе перейти с трафика, в один из моих боевых отрядов, продолжает Маланюк. Хватит тебе заниматься контрабандой. Да, я и не занимался. Сопровождать и охранять контрабандные грузы, то же самое. Борис пожимает плечами. Я нашел тебе достойное дело. Благодарю. Борис допивает пиво. Пустую кружку ставит на стол. Когда я должен дать вам ответ? Сейчас. Борис, немного подумав, кивает. Я согласен. Полковник Маланюк удовлетворенно улыбается. Завтра утром за тобой заедут. Девять. По шоссе мчится автомобиль. Титры. Наши дни, Санкт-Петербург. Десять. В машине едут Руслан, Ольга и их сын Боря. Ольга потягивается на сидении. Эх, хорошо на даче. В кои веки выходные всей семьей провели. Это точно, подтверждает Руслан. Одиннадцать. Автомобиль, в котором едет семья Руслана, обгоняют несколько машин. Двенадцать. Руслан спокойно ведет автомобиль. Надо заехать на могилу к деду, посмотреть, как там. Может, что подкрасить.